День Благодарения Это в Америке серьёзный праздник. Ну а у нас, как всегда, в это время на связи Анна Ласточкина из Таиланда. Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, Рита! Здравствуйте, радиослушатели! И сегодня мы начинаем серию программ на очень интересную тему, которая, я думаю, понравится всем, кто интересуется астрологией хоть каким-то образом. И мы будем говорить о том, как устроен зодиак, и вообще для чего это нужно, и как это произошло, да, эволюция через знаки зодиака и так далее и тому подобное. Поэтому вот сразу начнём с места в карьер, да, Анечка. И, в принципе, созвездий много, да, почему именно... И вообще, начнём с того, наверное, с того, что такое зодиак, потому что это самое начало, правда? Да, это действительно стоит прояснить, потому что выясняется часто, что люди не совсем понимают, что такое зодиак и чем отличается созвездие от знака зодиака. Созвездий у нас много. То есть, если мы посмотрим на небо, то у нас и большую медведицу мы знаем, и малую, и какой-нибудь осенний треугольник, но эти созвездия не относятся к знакам зодиака. И почему же именно знаки зодиака, и почему мы вообще ассоциируем себя с детства, там, или с юности с каким-нибудь определённым знаком? Есть движение планет по небесной сфере. Солнце и планет. То есть, мы с Земли можем наблюдать, как движутся планеты по небу, по небесной сфере. И они всегда движутся в одном каком-то месте, в секторе неба. Нет такого, что у нас Солнце то там, то сям сходит, или то Юпитер, то там, то здесь. То есть, мы никогда не сможем увидеть Юпитер на фоне большой медведицы, или ещё на фоне какого-нибудь Кассиопеи, или псов. Дело в том, что есть определённое место, это называется поясом эклиптики, вдоль которого движутся планеты. То есть, видимое движение планет и называется вдоль определённой линии на небе, или вдоль определённого пояса, вернее сказать. Потому что это не чёткая линия, это пояс. Ну, он не очень-то широкий. И вот издревле астрономы наблюдали движение планеты Солнца на фоне каких-то определённых созвездий. Созвездия возникли, названия созвездий возникли исторически. То есть, их границы тоже определены очень примерно. Вот мы видим созвездия Овена, мы видим созвездия Тельца и так далее. То есть, и они идут в этом поясе друг за другом. А вот эти созвездия можно увидеть с Земли невооружённым взглядом? Да, конечно, созвездия можно увидеть. Именно знаки Зодиака. Да, созвездия Зодиака мы можем увидеть невооружённым глазом сейчас, например, Венеру. И мы можем увидеть, ну, не обязательно, может быть, это не в городе, но в тёмной местности, всё-таки, когда мы видим всё небо, видны, конечно же, знаки Зодиака. Просто если много света в городе, мы видим сейчас на закате Венеру. Очень хорошо её видно, она светится прямо, ну, и она стоит, конечно, на фоне определённого созвездия. Но она выглядит как одна звезда Земли, она выглядит как одна звезда, да? Да, она выглядит как звезда, она и называется как утренняя или вечерняя звезда. Сейчас она вечерняя. Это не совсем верное название астрономически, но это историческое название. Так сложилось, что её называли звездой. Вот. И она светится очень ярко, то есть она отражает свет Солнца, она сама не звезда. Я поясню, чем звезда отличается от планеты. А звезда — это Солнце, то есть это огненный шар, да? То есть это то место, где происходят ядерные реакции, и то, что горит, то, что само по себе светится и даёт свет. А планеты — это то, что свет отражает. И поэтому всё, что мы видим, планеты мы тоже видим, когда Солнце заходит за горизонт и начинает их подсвечивать. И вот сейчас Солнце зашло за горизонт, у нас, по крайней мере, и у нас сейчас видно Венеру. То есть видно, как оно из-за горизонта подсвечивает эту яркую так называемую звезду. Так вот, эти названия и границы знаков Зодиака, они сложились исторически. И когда мы переходим к астрологии, нужно обязательно знать разницу между зодиакальным созвездием и знаком Зодиака. Потому что зодиакальное созвездие — это скопление звёзд, которые, кстати, между собой не обязательно как-то связаны. И, как правило, они вообще между собой не связаны, находятся друг от друга на огромном количестве, не знаю, сколько там лет световых и так далее. То есть это просто наше небо, это просто то, что мы видим. Это не значит, что если мы видим Большую Медведицу, то эти звёзды в Большой Медведице как-то между собой сочетаются. То есть они где-то в одном месте живут. Вот, возможно, их вообще уже нет, этих звёзд. То есть мы видим только свет от них. Ну и, как правило, многих звёзд уже нет. То есть они там не существуют. И вот есть, кстати, такой вопрос, очень, я считаю, правильный, который задают скептики об астрологии. Они говорят, что вы говорите, что звёзды на нас влияют. Но как могут на нас влиять звёзды, когда их там уже нет? Ну или как? Звёзды так сказали, звёзды так встали, что у меня здесь что-то на Земле сейчас случилось. И это действительно выглядит как что-то такое нелогичное. Потому что мы знаем, что этих звёзд уже, возможно, вообще нет. И нас разделяют такие огромные расстояния, что те вибрации, которые они там излучают, они нам в очень-очень, может быть, мизерном каком-то значении доставляют. Но так и астрологи не говорят. Это такое образное выражение. На самом деле на нас влияют планеты Солнечной системы. То есть они называются на санскрите грахи. Граха — это то, что захватывает сознание. И вот эти принципы, которые есть в каждой Солнечной системе, они уже захватывают тех, кто живёт, проявляет свою судьбу, жизнь на определённой планете. Мы живём на планете Земля, и мы можем сказать 100%, что на нас действует Луна. Луна действует через магнетизм, всё построено в определённых соответствиях. Есть сила тяготения, притяжения и так далее. То есть планеты как-то крутятся вокруг Солнца и как-то не падают, и друг на друга не находят. Бывает такое, может быть, иногда случается, но, по крайней мере, не при нашей жизни. И вот эта закономерность, она на нас влияет. То есть на нас влияет и Венера, и Юпитер, и даже те дальние планеты Солнечной системы, которые не включаются в личную карту, это ведическая астрология, это Плутон, Нептун, Уран, они как бы тоже влияют. То есть они несут определённые вибрации, в них заложены принципы. И они соответствуют даже долям нашего мозга. То есть, например, Таламус — это Солнце, Гипоталамус — это Луна. То есть они возбуждают. А звёзды сами по себе, они на нас и не влияют. То есть они на нас влияют, как наши, может быть, какие-то прародители, но очень-очень давние. Но вот мы, когда выходим вечером на улицу и видим много-много звёзд и созвездия, оно притягивает, просто вот хочется смотреть на небо, да, и какое-то ощущение такое. Да, и здесь я хотела сказать про другое влияние. На самом деле мы проецируем своё «я», то, что внутри нас есть, на звёзды. И таким образом они на нас влияют. Как отражение. Как отражение, да. Потому что наше сознание проецируется всегда вовне. И тот момент, который был при рождении, почему смотрим натальную карту. Вот в этот момент человек вышел, у него, ну, родился, да, вышел из утрог матери, родился. И у него была вот эта захвачена картина, первая картина в его жизни. Вот то, что его окружало. Всё его окружение на него влияет. И, соответственно, и он через это окружение начинает развиваться. И вот это важный момент. Вот меня часто спрашивают, как на нас звёзды влияют. И говорят точно так же, как часы на вас влияют. Вот те же 12 знаков зодиака, 12 делений на часах. То есть с одного по 12. И, допустим, у вас стрелка встаёт на час. И вы вдруг куда-то бежите. Ну, на обед, допустим. Вы сидите, и вам вдруг захотелось кушать. Можно сказать, что цифра 1 на вас влияет? Можно сказать, вот так же влияет звезда на нас? Да, но, может быть, это не чисто цифра 1, а просто привычка или понимание того, что в это время начинает работать желудочный цифр. Да, на нас влияет цикл определённый. И если мы сейчас вообще все часы упраздним, и у нас опять останется только Земля и звёзды, мы опять начнём выстраивать этот механизм, понимать, где мы находимся через звёзды. То есть и опять выстраивать и изобретать новые часы. И они, скорее всего, будут такими же. Ну, может быть, с некоторыми нюансами. Мы не можем ничего изобрести, чего нет на небе. И вот так 5 тысяч лет, 2 тысячи лет назад разрабатывалась астрология, то есть разрабатывались вот эти техники. И проблема сейчас в том, что были утеряны основы, и осталась какая-то поверхностность, ну, по крайней мере, в сознании людей. То есть астрология, которая является прародительницей всех наук, в принципе, её как бы задвинули и назвали псевдонаукой. На самом деле это точные математические расчёты. Они и начались с астрономии, и с астрологии — это единая наука. Что как считать пространство, потом вся пространственная геометрия, она связана с астрологией. И что я хотела сказать по поводу зодиака, что такое ещё раз зодиак. Это 12 этапов нашего развития. То есть когда мы стоим в определённой точке, мы можем смотреть сначала в две стороны. У нас есть две стороны. И наш мир делится как бы на то, куда мы смотрим, и противоположную. Вот там у меня есть стена, и это я воспринимаю как противоположность того направления, в котором я смотрю. И это двойственный принцип. Он заключён в том, что мы мужчины-женщины, у нас день-ночь, у нас плохое-хорошее. Ну вот это двойственный принцип. То есть впереди и сзади. Второй принцип. Да. Так что у нас есть впереди и сзади, это то же самое, что справа и слева. Да. Ну то есть у нас есть раздвоение. То есть у нас первое, что мы здесь в пространстве и там видим, мы видим раздвоение. У нас Солнце в одном месте состоит, в другом месте садится. И поэтому двойственный принцип заложен в зодиаке в самом. Потом у нас есть тройственный принцип. То есть 1-2-3. Мы часто тройками считаем. И у нас вот этот 1-2-3, этот ритм вальса, 1-2-3, 1-2-3. Он встроен в наш цикл. Это созидание, поддержание, разрушение, созидания мы что-то сделали мы зафиксировали у нас это разрушилась мы пошли на новый этап и так далее то есть вот эта тройка она тоже проявлена направлена в мандалах в символах разных культур народах вот это три и бог троицу любит ну и так далее а потом 4 4 это когда мы смотрим на по четырем сторонам света то есть я добавляю еще вот два противоположных направления и солнце так действительно садится она где-то она у нас есть четыре направления четыре стороны света то есть солнце испускает свет по четырем направлениям это тоже любой астроном который вот будет в начале разбираться он это сделает то есть он скажет что у нас такая пространственная геометрия мы смотрим по четырем сторонам и все и если все это перемножить то есть получается что 12 это универсальное число 12 делится на 2 12 содержит себе тройку три раза по 4 и 12 содержит себя четверку 4 раза по 3 и у нас получился такой зодиакальный круг в 360 градусов которые мы видим вокруг себя вот эта пространственная сфера и соответственно знаков зодиака знаков может быть 12 но на этом поясе который и видоизменяется со временем потому что мы не всегда наблюдаем одно и то же небо и вот сейчас вот эта дилемма 13 знака недавно так про пролетела снова астрономы решили ввести 13 знак зодиака но а если 13 зодиакальное созвездие надо правильно говорить знак зодиака у нас их останется 12 потому что мы смотрим это принцип который проистекает из нас изнутри а созвездие может быть сколько угодно мы можем называть это там змееносец вклинился между куда он там вклинился между скорпионом и стрельцом ну и пусть он называется змееносец хорошо от этого не рушится никакая система то есть система она чисто математическая и система основана на нашем восприятии пространство вот это я хотела донести ясно очень интересно я вспоминаю мы когда-то с друзьями путешествовали и вот сейчас есть такие английские applications которые загружаются на телефон или на какие-то на какие-то электронные другие там айпеды айпады и можно видеть можно полностью видеть небо и все планеты и созвездия куда куда бы ты не направил вот это вот свое устройство и сразу видно кто кто сейчас на небе из каком направлении очень интересно это все наблюдать и сразу кстати видно какой зодиак является фактическим тот который использует ведическая астрология он является фактическим то есть если построить карту ведического гороскопа и взять это устройство и провести на небо вы точно увидите соответствие если вы будете пользоваться тропическим зодиаком это западной астрологии то соответствие уже не будет потому что с 2000 лет назад с того времени как 2000 лет назад эти две системы соответствовали уже произошел сдвиг то есть за счет прицессии земной оси и получается что теперь то что по западному зодиаку оно не совпадает с фактическим положением если мы говорим что юпитер сейчас в весах по западному зодиаку то по ведическому по сидерическому да скажем он в деве то фактически такое положение вот вы можете набрать юпитер в весах и вы видите массу сообщений в интернете о том что это значит и кстати были такие вопросы вот мне как конкретно задают как может быть так что одни люди сейчас полагают что юпитер в весах другие полагают что юпитер в деве и каждый делают какие-то прогнозы и что на самом деле на как совместить что делать с этими двумя системами совместить можно это реально совместимо а если мы посмотрим на то как работают системы то есть вот система которую используют западные астрологи она внутренняя по отношению к тому что используют ведические астрологи западные астрологи смотрят на точки равноденствия вот где солнце восходит в точке равноденствия какого-то марта 20 какого-то марта 22 21 марта эту точку и мы назовем овном хотя фактически уже это это уже происходит на фоне рыб созвездия но мы обязаны назвать это овном потому что мы смотрим внутренний зодиак а внутренний зодиак это тот который у нас на земле происходит то есть в локальной системе земля-солнце и в этой локальной системе земля-солнце мы пытаемся определить к тенденции определить как это работает внутри но есть система над система как бы которая более глобальная это система седрического зодиака когда мы учитываем что все сдвигается и я поэтому отвечаю так на этот вопрос юпитер сейчас на фоне девы ну фактически но внутри локальной системы земля-солнце тут на земле человек может воспринимать эти вибрации юпитера который в 9 то есть ту практичность юпитер 9 немножко скажу пару слов юпитер в 9 значит мы занимаемся конкретными проектами у нас сейчас время для того чтобы там развивать базу какую-нибудь если вы образовательным проектами занимаетесь юпитер это гуру учитель и учителя сейчас очень детальный то есть нам нам нужно прорабатывать через принцип юпитера детальность а западные астрологи говорят да нет у нас сделки соглашения у нас сплошные весы баланс равновесие договоренность между сторонами юпитер нам сейчас дает так если мы примирим две эти вещи мы скажем что он дает нам на общем уровне вибрацию девы до вот этой практичности заземленности но человек здесь внутри системы воспринять ее может через канал весов вот эту энергию то есть вот эта внутренняя система западная она локальная и а нас она связана с одной жизнью человека который здесь родился воплотился и вот по ней хорошо предсказывать там какие-нибудь урожая не урожая вот вот все такое земное и очень практичные вещи там видны а вот а на этот зодиак который остался вот этот исконный он очень хорош для прогнозирования таких вещей как мое предназначение мои прошлые и будущие жизни та дорога которой я иду потому что когда вы рождались там 150 100 150 тысячу две тысячи лет назад эти звезды всегда были с вами то есть мы ориентируемся на то на то высшее как бы на то высшее и за счет этого может можем делать такие очень глобальные выводы то есть это называется неподвижные звезды которые всегда там были и стояли и мы вот смотрим что сейчас просто произошло смещение поэтому работают да то есть понимать да то есть надо понимать какие вопросы задавать западному астрологу какие вопросы задавать лучше ведическому астрологу я думаю но я не изучаю плотно западную астрологию она имеет очень множество направлений вариаций школ на самом деле многие западные астрологи я знаю что они используют и накшатры неподвижные звезды и есть даже такие астрологи ведические которые берут тропический зодиак и встраивают его в свои интерпретации и это очень оправданно то есть это очень направо если вам нужно сделать локальные интерпретации точные то нужно сочетать с террический с тропическим и это практикуется на самом деле нет никаких такого такого разлома среди астрологов это просто кто с чего начал рано или поздно астролог приходит к тому что две вещи нужно объединить и объединить в своем сознании примирить своем сознании и уже не говорить что есть некая западная там есть с ведическая и они вы неправильно мы правильно вы правильно нет такое правильно неправильно есть разные уровни анализа и все Аня, скажи, пожалуйста, для простого человека, не астролога, не профессионала, знание знаков зодиака, их расположение в небе, может как-то помочь повседневной жизни, понимание, как бы с ними соединить? Хотела к этому перейти, очень хороший вопрос. Знаки зодиака, они не просто так, они отражают этапы эволюции нашего сознания. Этапы эволюции, даже не будем так говорить громко, они отражают этапы любого дела, которое вы хотите предпринять. Всё начинается с единицы. Единица — это овен, это то место, где начинается любое событие. И через вибрации, через энергии овна мы вообще всё инициируем. Если вы, например, хотите сделать какое-то дело, то есть у вас есть мечта, мечта или, так скажем, желание, желание что-то предпринять. Это желание всё время начинается, оно всё время сопровождается энергетикой овна. Это один в вашем сознании. И если это желание слишком сильное, то хватит энергии, чтобы дойти до конца, до рыб. И вот дальше есть этапы. Овен — это начало, это рождение, это появление на свет, это взрыв атома. То есть там настолько мощная энергия в овне, сосредоточена. Ну, качество он даёт такие. Очень большое количество энергии для того, чтобы дело довести до конца, до следующего цикла дойти. И мы ещё, кстати, в следующих передачах разберём каждый знак отдельно, чтобы нам было интересно и понятно, что это значит. Поэтому я сейчас пройдусь очень быстренько по ним. И дальше у нас телец идёт. Всегда после овна идёт телец. Знаки всегда идут в определённой последовательности. Что такое телец? Это мои ресурсы для того, чтобы что-то предпринять. Например, вы захотели научиться пойти танцевать. Я всё этот пример беру часто. Пойти танцевать. Вот женщина решила, у неё возникло желание. Вот это овен. Два шага. Ей нужны для этого ресурсы. Она проверила, есть ли у неё деньги, есть ли у неё форма. Надо купить форму. Надо вообще какие-то ресурсы иметь для того, чтобы пойти и осуществить это желание. И может быть, уже у вас на этом этапе желание закончилось. То есть оно споткнулось от телца. Да. У вас просто нет денег и времени. Нет правильной формы. Да. Нет времени. Ну, значит, где-то просто желание-то отложилось, и дальше по циклу оно не пошло. То есть не хватило энергии через овна. Не хватило ресурсов, да. Да. Третий этап. Близнецы. Всегда за телецом идут близнецы. Близнецы — это знак коммуникации. И вообще тройка, третий знак — это когда я сказал своё хочу. То есть это моё хочу, о котором я заявила всему миру. То есть я... Или я сделала какой-то акт коммуникации. Я, например, позвонила в школу и вообще выяснила, ну, или пошла в интернет искать информацию и где-нибудь написала в соцсетях, есть тут вообще танцы в этом городе. Вот это три. И у некоторых на этом этапе может быть загвоздка, да, вот в близнецах. Ну, и потом мы скажем, что каждый человек склонен на какой-то, на каком-то этапе тормозить. Ну, у кого, допустим, близнецы очень слабо выражены в гороскопе, то есть человек некоммуникативного типа, и у него не хватает, может быть, этой энергии, чтобы запускать свои желания в пространстве через просто выражение своего «хочу». Дальше. Рак. После близнецов всегда идёт знак рака. Рак — это следующий этап любой эволюции, любого развития. Это надо позаботиться, опять-таки, о ресурсах, только в другом плане. Что телец, что рак — это ресурсы. Ну, найти дом, найти студию, найти какое-то пространство, в котором мы будем заниматься танцами. Какие-то... Это внутреннее пространство, эмоции, это дом. Ну, на данном этапе, допустим, женщина дошла до этого рака, нашла она студию, нашла место, ей всё понравилось. И вот тут пятый — это лев. После рака всё время идёт лев. Что это за этап эволюции? Это первое пробование себя в действии. Ну, она пришла и начала танцевать первый раз, на первую тренировку. И это очень приятный такой творческий акт лев. Вот я такая, я красивая, я танцую, я что-то делаю. И я себе нравлюсь. Вот выражение моего «я». То есть лев — это выражение моего «я». То есть здесь вот как бы оттачивается индивидуальность во льве. Следующий этап сложный. Вот здесь многие бросают. Кто не может перескочить через этот этап эволюции любого события? Это дева. Дева — это что? Это когда началась рутина. Падла, потом под зеркалом потанцевала, себе нравишься, но вдруг поняла, что тренироваться-то надо много, и первая тренировка уже... После первой тренировки болят мышцы, например. Что-то болит, что-то надо преодолеть. Что-то надо... Ну, может быть, какие-то проблемы возникли. И здесь опасность бросить. Ань, можно я тебя на секундочку прерву? Вот, допустим, человек... Да, вот дева. Я просто сейчас беру себя, потому что я дева. Значит ли это, что если человек родился вот этим знаком, в нём этих качеств будет больше, и он сможет это, скорее всего, преодолеть и пройти через вот этот этап? Да, можно так сказать, да. Ну, ещё, когда человек говорит, я дева, это ещё не знаю, что это значит. Ну, хорошо. Допустим, у человека есть планеты в деве, и... Да. То есть у него, значит, многие какие-то принципы его сознания связаны вот с этой кропотливой работой, с чем-то таким, и он достаточно к ней приспособлен. Да. Это можно так сказать. Ну, в общем, этот этап девы, если мы его проходим, мы идём в весы. После девы идут весы. Весы — это знак, который стоит ровно напротив овна, напротив я. Овен — это я, моё желание. Это другие люди, которые будут оценивать меня. И это, скажем, в танцах, если смотреть, ну, возьмём какой-нибудь... Это когда после того, как вы потренировались и чему-то научились, вас просто кто-то снял на камеру, чтобы вы посмотрели на себя со стороны. Либо это предвыступление какое-нибудь. Ну, это что-то такое. Первые вот эти попытки заявить о себе, что я могу. Вас снимают на камеру, у вас, может быть, зрители есть. И это такой акт взаимодействия с публикой первичной весы. И что после этого случается? После этого случается самый большой кризис в жизни человека. После весов какой знак идёт? Вопрос на засыпку. В общем, после весов идёт знак скорпиона. Самого тяжёлого, как его все боятся, скорпион. Почему? Потому что знак связан со смертью, с трансформацией, с такими мистическими и очень глубокими вещами, с опасностью, с тихим омутом и с качествами, которых мы обычно боимся. То есть мы говорим, что скорпионы — это тяжёлые люди, скорпионы — это вот такие какие-то непонятные, загадочные. Вот что значит этот этап? Это значит, я просто в ужасе. Вот любая женщина, которая посмотрит первый раз на себя со стороны, вот у нас, например, на танцах есть такая практика — снять себя на телефон, записать. И посмотреть, и просто упасть в трансформацию. Это же кошмар какой-то. Вот скорпион связан с этим чувством и с этим этапом. То есть я некрасивая, часть меня умирает. И это тоже происходит, например, когда я выступаю на радио. Тут обязательно происходит, когда ты себя видишь со стороны, вообще на камере первый раз, возникает жуткое состояние. Это я, я несовершенная, я такая-то, у меня там то не так, это не так. Это у всех женщин и всех людей возникает. Это как раз идёт вот эта трансформация личности. Принятие себя такой, какой-то в новом качестве. Такой, как ты есть. Да, да. То есть это, в принципе, любовь к себе. Да. Происходит скорпион, это смерть. Происходит какая-то маленькая смерть. И одновременно трансформация. Что после неё? После неё стрелец. Стрелец — это как бы третье моё я. Есть первая Овин, а потом Лев, я там себе так нравлюсь в процессе. А потом идёт стрелец. Это когда мы готовы уже серьёзно меняться и слушать учителя. Стрелец — это знак учителей, духовных наставников. Это знак дальних путешествий и как бы очень такое расширение знания. То есть знание в стрельце очень сильно имеет тенденцию расширяться. Он управляется Юпитером, этот знак, планетой Гуру. То есть вообще идёт... Кстати, это первый знак на пути эволюции любого действия, который управляется Гуру. Потому что последнее — это рыбы. И вот здесь мы после трансформации прибегаем к нашему учителю, если мы его прошли, этот урок. То есть мы не бросили танцы. Мы всё-таки на себя посмотрели, сказали, какой ужас, и пришли к учителю. Что же мне надо сделать? Тут мы начинаем более внимательно слушать Гуру и наставников в этом стрельце. И у нас появляется новое желание раскрыть новое «Я». У нас появляется новое «Я», которое слушает учителя. И вот после только этого идёт десятый знак. Это был девятый этап. Теперь десятый знак зодиака. Это козерог. Козерог — знак конкретной работы. Он такой земной, заземлённый, но работы при этом публичной. Я уже не боюсь идти на сцену, я уже не боюсь работы. Я просто после того, как я что-то от своего гуру взяла, она мне подсказала, как правильно двигаться, что я здесь руками машу, здесь неправильно, здесь что-то. И я иду отрабатывать. Я отрабатываю, я уже не боюсь, что на меня смотрят. Я просто делаю своё дело. После этого приходит водолей. А водолей — это знак сетей. Сетей и такое общественное. Человек начинает хотеть в общество и показать, что я уже многое умею, на козерог уже отработан, и теперь я пойду о себе заявлю. Я бы здесь ассоциировала водолея с конкретным выступлением, за которое человек получает награду, медальку, грамоту, приз. Ну и так далее. То есть вы уже на таком уровне в этом действии, если вы хотели научиться танцевать, то вы уже идёте на сцену и на публику показываете себя и получаете за это какую-то отдачу в виде приза определённого. И последний этап — это рыбы заключительный. Это этап переосмысления действия уже, когда вы хотите посмотреть, о, а как у меня это получилось. Вот я начала. Вы начинаете вспоминать, что вот я начала, вот я все эти этапы прошла. И там выводы опять идут такие юпитерианские. Это ещё второй знак, который управляется Юпитером. И там уже идут такие глобальные выводы, а надо мне это или не надо, к чему меня это привело. Это знак такой медитации. Анализ, да? Какой-то внутренний анализ идёт. Да, внутренний анализ всей ситуации. И там вы уже растворяетесь и решаете, нужно ли мне идти на следующий цикл. Ну, следующий цикл снова начнётся с Овна. И вот так мы каждое событие можем разобрать по знакам зодиака. Это очень полезно. Они всегда работают, любое. Можно в практике планирования, в практике достижения цели это использовать. Вот это я могу предложить. Очень интересно на самом деле. Да, тут очень глубокое понимание того, что происходит с тобой. Можно как бы много для чего для себя открыть. Ну что ж, да, замечательно. Спасибо огромное. Я думаю, что мы правильно выбрали тему. И вообще это очень обширное понимание. У меня возникло очень много вопросов. Вот, кстати, нужны вопросы для следующих эфиров. И мы планировали, думаю, каждому знаку посвятить какой-нибудь эфир и рассказать о его глубинном понимании, чтобы человек понимал, что это такое за знак, а не просто. А, дорогие друзья, присылайте нам, пожалуйста, вопросы. Ну, раз уж так пошло, в следующий раз мы будем говорить про первый знак, то есть про овна, да? И если у кого-то есть конкретные вопросы о том, что это за знак зодиака, почему и как, может быть, какие-то личные даже вопросы, мы можем очень быстренько разобрать, чтобы было интересно всем. Присылайте их, пожалуйста, нам на Facebook. Вы все, наверное, знают нашу страничку SunGate Radio или на Skype SunGate 1.08, или же на нашем сайте sungatesradio.com, где вы все нас, дорогие радиослушатели, можете слушать живьём. Вот там есть возможность прислать имейл или вопрос. Ну что ж, спасибо большое, Аня. Доброй ночи. Хорошего вам дня. Спасибо, да. И до новых встреч, до следующего вторника. Да, до следующего вторника. До свидания. Всем хорошего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин